Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В Самару пришла новая партия автобусов. Технику оценил временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Федорищев. До конца года Самарский автопарк пополнит более 150 машин. Коммунальные проблемы, помощь в создании социально ориентированного бизнеса. Депутат Госдумы Александр Хинштейн провел прием граждан. В гимназии номер 4 прошло памятное мероприятие, приуроченное ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. Школьникам рассказали о событиях в Беслане, развернувшихся 20 лет назад на праздничной линейке. В Самаре с визитом находится Вячеслав Володин. Председатель Госдумы и глава региона Вячеслав Федорищев посетили Самарский медуниверситет. Там они встретились со студентами и преподавателями и познакомились с работой медицинской инженерной школы. Вячеслав Володин сообщил, что необходимо решить проблему с нехваткой кадров. В частности, чтобы студенты, заканчивая вузы по программам целевого обучения, потом оставались работать в больнице по распределению. Сейчас в области во врачах нуждаются 50% больниц. Надо делать все для того, чтобы закрыть дефицит кадров врачей и среднего медицинского персонала. Здравоохранение нуждается в высококвалифицированных кадрах. Врачей не хватает, среднего медицинского персонала недостаточно. И особенно в сельских больницах, сказал председатель. Самарское предприятие, осуществляющее пассажирские перевозки, получило от правительства Самарской области новую партию автобусов. Торжественная передача ключей состоялась на площади Славы. Уже на следующей неделе 40 новых машин выйдут в город на наиболее востребованные маршруты. Все они уже прошли техосмотр и процедуру страхования. Сотрудниками предприятия пообщался и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Подробнее в нашем сюжете. Водитель Вадим Челышков уже успел оценить преимущества новых автобусов, которые правительство региона передало Самарской компании-перевозчику. Всего в парк предприятия поступило 40 таких машин российской сборки. Мужчина участвовал в доставке автобусов на техосмотр. Комфорт и оснащение водительского места отметил сразу. Удобное расположение необходимых элементов. Регулировка руля и сидения. Несколько зеркал, а также мониторы, куда выводят изображение с камер заднего вида и салона. Признается, что уже не терпится выйти на маршрут на новом автобусе. Машина очень мягкая, комфортная, с кондиционером. Ну, конечно, новая машина есть новая машина. Тем более с таким комфортом уже работать будет много веселее и приятнее. Комфорт в новых автобусах обеспечен не только для водителей, но и для пассажиров. В салоне есть оборудование под любые погодные условия, кондиционеры и тепловые пушки. USB-порты для зарядки мобильных устройств. Пандус и зона для маломобильных граждан. Участок салона для собак-поводырей. Удобные сидения и поручни. Оценил новую технику и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. А также пообщался с сотрудниками автотранспортного предприятия и пожелал им хорошей работы. Я хотел бы сказать вам большое спасибо за вашу работу, за ваш труд и пожелать вам только всего самого хорошего договора и, конечно же, хорошей дороги, особенно в новых комфортных автобусах. Также временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что работа по обновлению городского пассажирского транспорта будет продолжена. Еще 29 автобусов прибудут в скором времени, а всего до конца года будет закуплено более 150 машин. Первыми за рулем новой техники будут работать ответственные водители, которые всегда готовы повышать свою квалификацию. А таких в штате предприятия становится все больше. За 8 месяцев этого года у нас аварийность очень сильно снизилась, процентов на 65. Поэтому водители у нас перед выпуском на линию постоянно проходят инструктажи. Сейчас у нас водительский состав наиболее квалифицирован, что был в 2023 году. Новые автобусы запустят на линию уже на следующей неделе. Выйдут они на наиболее востребованные маршруты. Среди них, например, 41-й, 67-й, 70-й и другие, соединяющие сразу несколько районов города. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре проверили участки улиц рядом с образовательными учреждениями. К ним в начале учебного года повышенное внимание, поскольку дорожные объекты должны соответствовать требованиям безопасности. Иметь пешеходные переходы, ограждения, знаки, светофоры, дорожную разметку. Необходимые работы предусмотрели на многих улицах, включая дороги, отремонтированные в рамках профильного нацпроекта. Благодаря нацпроекту более безопасным стал проезд по 22 участкам, ведущим почти к полусотне учреждений. Ксения Баканова расскажет подробнее. Вот на этом месте была довольно глубокая лужа, которой невозможно было перейти вброд, поэтому люди выгодны были обходить по проезжей части, для того, чтобы попасть туда, куда им надо дальше. И это была не единственная претензия к состоянию дороги на улице Садовой, где находится образовательное учреждение. Предупреждающие дорожные знаки и разметка пришли в негодность и требовали обновления. В этом году объект отремонтировали. На средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» рабочие обновили проезжую часть и тротуар. Разметка – очень важный момент, потому что зачастую водители не обращают внимания на какие-то знаки. А когда есть и знаки, и разметка, и понимание того, что школа рядом, наверное, это спокойнее уже для родителей и для педагогов. Руководитель учебного заведения считает, что в дальнейшем рядом с лицеем не помешает устроить искусственные дорожные неровности. При виде такого препятствия лихачи сбрасывают скорость, а тем, кто не притормаживает, приходится тратиться на новую подвеску автомобиля. Такие средства безопасности можно встретить по всему городу. И не только на дорогах, отремонтированных по нацпроекту. Например, минувшим летом в районе пересечения улиц Артемовской и Ивана Булкина рядом со школой сделали искусственные неровности. Дарья Кремущенко говорит, теперь ей спокойнее за дочь, которая в этом году пошла в школу. Это очень удобно, когда ребенок ходит сам. Сейчас понятно, что мы ее сопровождаем, но в дальнейшем у меня еще один ребенок тоже будет ходить. Мы живем достаточно близко, но когда пешеходный переход, то есть гарантия того, что ребенок перейдет спокойно. Состояние дорог держат на контроле специалисты профильного городского департамента, сотрудники госавтоинспекции и общественники. Они выезжают на адреса, где расположены учебные заведения и проверяют, отвечает ли проезжая часть и прилегающая к ней территория требованиям безопасности. В начале текущей недели оценили улицу Самарскую. Там дорога включена в список обновляемых по нацпроекту. Была осмотрена локация у перекрестка с улицы Вилоновской, вблизи школы номер 6 имени Ломоносова. Этой процедурой мы занимаемся каждый год и адресность уменьшается по опасным маршрутам и безопасность школьников увеличивается. Мы с сотрудниками госавтоинспекции, с сотрудниками администрации города Самара проезжаем эти адреса и контролируем ход производства работы. Задача нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и партийного проекта «Безопасные дороги» – обеспечить безопасность всех участников движения, как автомобилистов, так и пешеходов. Информацию, полученную в ходе осмотра объектов, собирают в региональном штабе партии, затем передают в Москву. Там ведется контроль за состоянием школьных маршрутов, разработкой и выполнением плана по устранению недочетов. Выход на проезжие части есть у 170 самарских образовательных учреждений. Обследование участков возле них организовали с августа. Замечания были. В процессе подготовки к началу учебного года недочеты своевременно устраняли более чем на 40 локациях. Мероприятие разрабатывается по итогам анализа аварийности. В текущем году совместно с ГИБДД был сформирован перечень из 141 участков, на которых необходимо проводить работу, в том числе это 18 очагов концентрации ДТП, где было более трех пострадавших в течение года. В настоящий момент работы ведутся, порядка 60 адресов уже отработаны. До начала октября в Самаре появятся новые светофоры, а режим работы остальных будет отрегулирован. Ксения Баканова, Валерий Майоров, События. В Самарской гимназии номер 4 прошло мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Школьникам рассказали о событиях в Беслане, когда во время линейки по случаю начала учебного года террористы взяли в заложники детей и взрослых. На встрече со школьниками присутствовали представители национальных автономий. Подробности расскажем далее. Даже спустя 20 лет события, случившиеся в Беслане, никого не оставляют равнодушным. Во время торжественной линейки террористы захватили школьников, их родителей и учителей. Три дня заложники без еды и воды ждали спасения. Выжить удалось не всем. С тех пор каждый год в первые дни сентября в России вспоминают тех, кто пострадал от рук террористов. Памятное мероприятие прошло и в стенах Самарской гимназии номер 4. В нем приняли участие представители Чувашской и Армянской культурных автономий области. Мероприятие прошло при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Администрация городского округа Самара совместно с гимназией номер 4, национально-культурными центрами, здесь сегодня мы хотим донести до школьников, до учащихся, то, что только вместе, только совместными, едиными усилиями мы способны противостоять экстремизму и терроризму как в нашем городе, так и в нашей большой стране. Мы сегодня в школе, чтобы показать, насколько мы вместе, насколько мы едины, насколько мы против всего этого, то, что происходило. И, к сожалению, на сегодняшний день опять происходит то, что мы должны были закончить еще тогда. Но надеюсь, что общими усилиями многонациональной России терроризму будет ставлен конец уже. В актовом зале гимназии собрались ученики средних классов. Со сцены звучали исторические факты. Они сопровождались стихами и песнями о скорби и памяти, в исполнении учащихся и приглашенных артистов. Милена Мирзаян исполнила песню «Баллада о красках» на стихи Роберта Рождественского. Песня «Баллада о красках» В этой песне меня намурашивает каждый раз при исполнении. Рассказывается о том, как мать чуть не потеряла двух сыновей в войне. Но ей повезло. Одно и на три села вокруг. Это слова из моей песни. И она красками описывает всю ту боль, которую пережил народ в войне. По словам директора 4-й гимназии, воспитание детей в стенах образовательного учреждения строится на принципах дружбы и межнационального сотрудничества, в том числе в борьбе с терроризмом. Мы не можем оставаться в стороне. Мы, несомненно, воспитываем детей в духе интернационализма. И, проводя данные события в рамках школы, мы выражаем все протесты такого рода террористическим актом. Везде, где бы они ни происходили. Теракт в Беслане унес жизни 334 человек. Большинство из них – дети. Рассказывать школьникам о трагическом событии важно для того, чтобы они знали, к чему приводят вражда и учились жить в мире и согласии. Галина Топилина, Валерий Майоров, События. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн провел прием граждан и ответил на вопросы в области ЖКХ, управления многоквартирными домами, организации социально-ориентированного производства. В обсуждении приняли участие представители профильных ведомств области и города. С какими вопросами обращались к депутату и какие решения удалось найти – расскажем в нашем сюжете. Игорь и Марина Кот в 2020 году приобрели квартиру в доме номер 202 по улице Ленинской. После того, как сделали ремонт, ТСЖ потребовало предоставить доступ к трубам, которые были замурованы в стены. Требования выполнили. На трубах обнаружили непредусмотренные документами врезки. Конфликт привел собственников квартиры и представителей ТСЖ в суд. Когда в очередной раз мы встретились на суде, они сказали о нам, ГЖИ посоветовал применить к вам 10-кратный штраф за наличие несанкционированных выводов. Мы сейчас не можем сказать, сколько это денег будет. В итоге в июне мы получили квитанцию, вот можете видеть, на 112 тысяч рублей. За помощью в решении вопроса семья обратилась к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Очевидно, что выставляемые суммы к оплате по 100 с лишним тысяч рублей для семьи, где супруга бюджетница, а муж ветеран боевых действий, маленький ребенок, ну, мягко говоря, немалые эти суммы. Значит, поэтому будем просить ГЖИ, прокуратуру провести проверку законности этих начислений. Жильцы дома номер 16 по улице Карла Маркса просят разобраться в ситуации с засором канализационной трубы. По словам главы Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко, решение вопроса требует комплексного подхода. Это включение участка в инвест-программу по замене коммуникаций, которые износились со временем, но и самим жителям стоит ответственно подходить к эксплуатации сетей. Есть, конечно, элемент неправильной эксплуатации сетей. Такое тоже бывает, к сожалению, когда в конвенционной сети все подряд бросают, а сети, во-первых, потому что они застарелы уже, у них внутри тоже диаметр не исправляется. То есть тут надо и правильно эксплуатировать сети, но и перекладывать безусловно. Жители Самары Никита Маланчук и Роман Попков решили создать ателье по пошиву одежды и маскировочных сетей для нужд СВО. Просят предоставить им земельный участок под павильон. Неоднократно ездили в зону СВО, куда повидаться с парнями и возили гуманитарную помощь в виде техники, холодильников, каких-то вещей, мыла, гелия и так далее. То есть мы на данный момент на днях только оттуда вернулись. Депутат Госдумы Александр Хинштейн поддержал социально направленный проект начинающих предпринимателей. На встрече решено было определить участок для организации производства средств для нужд СВО. Галина Топилина, Игорь Казановский, События. Как помочь ребенку влиться в новый школьный коллектив? Что делать, если чадо не может найти общий язык с одноклассниками? Сколько длится период адаптации к школе и как сделать его максимально комфортным? Расскажет Полина Челюкова. Начало нового учебного года – возможность совершать открытие и обзавестись друзьями. Однако, если ребенок в село обстоятельств переходит в новую школу или класс, вместо радости может прийти стресс. Период адаптации в новом коллективе неизбежен, но его можно сделать для ребенка максимально комфортным. Медицинский психолог Валентина Пудовкина советует, во-первых, заранее сообщить чадо о том, что ему придется поменять коллектив, и объяснить, почему так произошло. Дать возможность выразить эмоции, даже негативные. В это время психологи советуют находиться в постоянном контакте с ребенком. Желательно также прогуляться вместе с ним до новой школы. Когда ребенок начинает посещать занятия, нужно всегда интересоваться, что было сегодня. Не формальной стороной, а какие оценки ты получил, хорошо ли ты ответил, еще что-то. Потому что это момент адаптации не главное. Главное – эмоциональная адаптация к новым условиям. Поэтому важно спросить, а что за ребята с тобой учатся, чем они увлекаются, кто они такие, какие у вас формируются отношения. Важную роль в период адаптации играют и преподаватели. Учитель начальных классов Оксана Абузярова за более чем 25-летний опыт работы в школе научилась создавать дружескую атмосферу в классе для новеньких. Например, у Оксаны в классе дети пишут письма новичку, которые потом помещают на дерево желаний. Новенькому вручают путеводитель, где прописаны имена и фамилии одноклассников и учителей. В классе стоит и лототрон – коробка с шариками, в которых дети пишут пожелания новенькому. Есть у нас даже в этих шариках сертификаты для новичка, такие как, например, на один день выбираю, с кем я буду сидеть, один день я прихожу в любой одежде, кроме школьной формы, повышаю оценку по любому предмету на один балл или помощь учителя на контрольный. Оксана Абузярова также проводит встречи с родителями новичков, ведь им также нужно влиться в ряды родительской общественности. Новый ребенок – это забота педагога, поэтому все ложится на наши плечи. Самое главное – это надо любить ребенка. И спокойствие, основное спокойствие родителей, работа родителей с учителем дает очень хорошие плоды. Если ребенок переходит в новый класс в подростковом возрасте, адаптация может происходить сложнее. Учитель истории и общества знания Лилия Ренжина рассказывает, в такой период очень важно чем-то занять ребенка. Например, ученики Лилии состоят в отряде юного инспектора дорожного движения. Новенькие быстро вливаются в бурную деятельность. Мы любим путешествовать. То есть у нас был безопасный тур в Нижний Новгород в прошлом году. Безумно любим масленицу отпечать. Вы знаете, у нас всегда в школе, 137-й, масленица широко празднуется. То есть мы печем блины, мы устраиваем чаепитие. Учитель должен быть наставником. Это первостепенная задача – видеть в ребенке личность. Случается и такое, что ребенка может не принять новый коллектив. Например, начинаются конфликты с одноклассниками. В такой момент важна поддержка родителей. Важно от ребенка не отстраняться. Важно показать, что его поддерживают, что ему верят, что это не какое-то, что он не придумал это. Ну, ребенок, подросток. То есть прежде всего надо дать, вот если мы говорим о нормализации состояния, дать ощущение комфорта, что ты не один, не одинок, и мы будем эту проблему решать. Период адаптации длится от двух недель до двух-трех месяцев. Если родители заметили у школьника признаки тревоги, а именно плохой сон и аппетит, ночные кошмары, замкнутость, ребенок стал более привязан к родителям, нужно обращаться к специалистам и выяснять причину. Полина Чулякова, Игорь Казановский, Григорий Плешаков. События. Подумать о добре и зле, получить новые впечатления, пообщаться со сверстниками. В Самаре устроили праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Театр «Витражи» показал для ребят спектакль «Красная шапочка». Подробнее в нашем сюжете. Светлана Селютина с рождения воспитывает и опекает внука Сережу. Сейчас мальчику 4 года. За это время бабушка не раз водила внука в кукольный театр. Смотрели спектакли «Репка, колобок». В этот раз по приглашению городского департамента опеки и попечительства пришли в театр «Витражи» на сказку «Красная шапочка». Мы любим, мы все время ходим, в театр кукол ходим, и часто, и вот сюда. Конечно, хорошего, что-то доброго, хорошего, светлого, но и красочные-красочные герои в красивых одеждах. Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню Знаний, провела Самарская общественная организация инвалидов. В Самаре проживает более 4 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Тех, кто не может выйти из дома, навещают, им привозят подарки. Остальных зовут на разные праздники. Дети ходят в кафе, в зоопарк, бывают в театре. На спектакль пришло около 120 ребят. Во-первых, самое главное – то, что дети общаются. Ведь в основном дети с проблемами здоровья, они в основном живут в своем каком-то маленьком замкнутом пространстве. И вы посмотрите, как они бегают, как они общаются. Даже просто мама может одеться и выйти из дома. Очень важно. Идет социализация и детей, и родителей, и бабушек с дедушеками. Спектакль – это есть возможность подумать. Это очень важно. О том, что даже ребенок может задуматься, что же хорошо, что же плохо. Это очень важно. А спектакль, который дает витражи, – это настоящий душевный спектакль. После представления все дети получили подарки и мороженое. Виктория Шарая, Августина Охременко, Игорь Казановский. События. В день города жители Самары смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары». Это познавательное мероприятие в игровой форме будет посвящено сохранению исторических традиций города, его культурному и духовному наследию, сохранению и развитию патриотических ценностей. Участников ждут сувениры и ценные призы. Пройти квест-викторину можно в воскресенье 8 сентября с 10 утра до 5 вечера. Игра разделена на два блока – «Исторический город» и «Трудовая слава безымянки». Первый блок пройдет в Самарском и Ленинском районах, а второй – в Кировском и Промышленном. В каждой локации 15 станций. Начать квест можно с любой из них. Человеку выдается маршрутный лист с другими адресами, которых он еще не был. И, ответив на вопросы на первой точке, он перемещается по этому маршрутному листу на вторую, третью и так до 15 точек. И мы рады будем, если вы всей семьей придете. И тогда каждый из членов семьи получит маршрутный лист. И сувениры предусмотрены будут на каждого члена семьи. Мы постарались, чтобы вот такие небольшие поощрительные призы на каждой пятой станции, они стимулировали жителей к прохождению дальше по маршруту. Мы постарались подобрать вопросы таким образом, чтобы каждый житель Самары, независимо от того, как долго он живет в нашем городе, родился ли он здесь или приехал, юный он или поживой уже, он мог для себя узнать что-то новое. Самарцы, ответившие на все 15 вопросов квест-викторины, зная историю Самары, смогут поучаствовать в розыгрыше призов. Он пройдет в летнем театре Струковского сада в 19 часов. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация железнодорожного района Самары напоминает, что школьники после уроков будут много времени проводить дома. Чтобы не допустить несчастья, важно соблюдать правила безопасного использования газа в быту. Основные правила размещены в карточках. При утечке газа пахнет тухлыми яйцами. Если почувствовали запах, не включайте света и электроприборы. Также нельзя зажигать спички и свечи. При запахе газа немедленно сообщите родителям. Помещение нужно проветрить. Вызовите газовую службу по телефонам 104 и 112. Администрация Самарского района рекомендует сделать прививку от гриппа. Вакцина содержит различные штаммы вирусов гриппа, которые наиболее вероятно будут циркулировать в этом сезоне. Прививка выпускается в виде инъекции и может быть проведена врачом в поликлинике или другом медучреждении. Кроме прививки от гриппа, существуют и другие важные прививки, которые рекомендуют делать в разные возрастные периоды. Например, детям рекомендуют получать серию прививок для защиты от таких болезней, как корь, как лёж, дифтерия. Взрослым также рекомендуют обновлять определенные прививки, чтобы поддерживать иммунитет. У прививок могут быть побочные эффекты, такие как легкое покраснение или боль в месте укола, лихорадка или слабость. Эти эффекты обычно быстро проходят и от них меньше вреда, чем от болезни, от которой защищает прививка. 21 сентября в Самарской области состоится Всероссийский день бега Кросснации, сообщает телеграм-канал Ленинского района. Это ежегодное массовое соревнование по бегу на различных дистанциях, которое проходит во всех регионах страны. Забег привлекает к участию всё больше любителей бега и здорового образа жизни. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Центральный старт пройдёт на Верхней Поляне, Лыжный комплекс-1, спортивная школа «Чайка», расположенного по адресу Смышляевка, территория Лесная, улица Олимпийская, здание 4. На этом выпуск завершён. Увидимся. Редактор субтитров А.Сёмкин